Людмила называла себя художником радости, несмотря на то, что ее путь в искусстве был тернист. Интуитивные поиски собственного художественного языка не всегда встречали понимание, сопровождались внутренними кризисами и сомнениями в выбранном пути. В периоды душевных смятений она черпала силы в народном искусстве, вдохновлялась безграничной фантазией и свободой народных мастеров. Людмила Дунаева – один из самых ярких и талантливых художников конца XX века. К сожалению, ее уже больше 20 лет нет с нами. То, что осталось от художника, тот след, тот свет, который она несла, я думаю, что будет жить вечно. Тем более, что произведения Людмилы Петровны, которые хранятся в художественном музее, мы всегда говорим, что произведения, которые попадают в музей, попадают в вечность. В экспозицию выставки вошло около четырех десятков произведений разных лет. Ранние камерные натюрморты, торжественные композиции периода первого успеха и признания, а также поздние, более легкие и графичные в исполнении полотна. Помимо натюрмортов, мотивы народного искусства присутствуют в ряде портретов. К этой картине не я, а моя племянница, любимая Танюшка, причастна. Людмила дарила ей кисточки и с ней общалась, но она была несколько молчалива, Людмила. А вот Танюшка ей рассказывала самые любимые свои сказки. Однажды рассказала про доброго льва, как мне после поведала Людмила. Сказочно-фольклорная поэтика народного творчества не раз возвращала Людмилу к образам райской. Птицы сирен, жар птицы, птицы оберегов русского севера. Полет волшебной птицы воплотил мечту художника о светлом и прекрасном мире. Поэтому по сей день творчество Людмилы Дунаевой продолжает окрылять зрителей, даря им радость и вселяя надежду.